Нет, вот я читал черную книгу не один раз, включая неизданные дополнения к ней, и понял, что относительно черной книги есть одно важное историческое заблуждение. Почему-то считается, что эта черная книга, главным образом, про евреев. Это не так. Конечно, она про страдания еврейского народа, который во время Холокоста испытал, вероятно, самую большую катастрофу за время своего исторического существования. Но это книга про немцев, главным образом. Книга про исполнителей, книга про то, каким образом и почему это стало возможным. И вот в этом ее вечная актуальность, потому что есть основания полагать, что трагедия еврейского народа, по крайней мере, в прежнем ее виде, не повторится. А трагедия немецкого народа повторится еще многократно. Правда, на место немецкого народа будут подставлены другие. Черная книга – это история о том, как у человека исчезают последние нравственные тормоза, как он перестает думать о совести, как он перестает бояться совести. Книга о том, как после первого убийства для него становится возможным и пятая, и десятая, и сто двадцатая. Книга об таком, я бы сказал, аргиастическом опьянении, которое охватывает человека во время массового кровопролития. Книга о гипнозах пропаганды и расовой теории. И в этом смысле, к сожалению, ее актуальность не проходящая, потому что великое множество народов, племен, отдельных личностей будет проходить через этот гипноз и, пусть в меньшем масштабе, но совершать все, что там описано. Вот почему черную книгу надо издавать и переиздавать, чтобы замечать в себе симптомы этой болезни, чтобы вовремя останавливать их, и чтобы, самое главное, вовремя эту болезнь идентифицировать, потому что очень легко объявить ее, ну, чем-нибудь вроде ветрянки. А она не ветрянка, она настоящая черная оспа. Почему эта книга и называется «Черной»? Она одна из главных вех в истории человечества. Я думаю, что значение ее рядом с молотом ведьм или, например, с хрониками Чека. Это книга о величайшей человеческой болезни, болезни вакцины, от которой до сих пор не найдена, и мы не должны обольщаться тем, что она встречается сравнительно редко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok